Всем привет! Меня зовут Ольга. Сегодня мы с вами будем заниматься йогой. Что нам необходимо для практики. Нам необходимо пространство, величиной коврик, ну и соответственно сам коврик. Начинаем с вами в положении сидя. Это может быть любое комфортное положение. Возможно мы остаемся в положении со скрещенными ногами. Возможно мы уходим на голени ног. Возможно стопы ставим на пальцы. То есть мы садимся в начале практики так как нам комфортно, комфортно нам и нашей спине. Возможно остаемся в положении со скрещенными ногами. Несколько круговых движений. Уводим плечи назад к наружу. И по своей готовности фиксируем направление плечевых лопаток к центру позвоночника и вниз. То есть мы мышцами спины дораскрываем грудной отдел. Стремимся убрать прогиб в пояснице настолько, насколько возможно. Слегка подтягиваем низ, живота, нижние ребра вовнутрь. Руки уводим в свободное положение. Возможно пошевелили кистями рук. Осознали, что кисти рук без напряжения действительно. Это так. Макушку и даже больше акцент на затылке выталкиваем к верху. То есть мы выравниваем линию в позвоночнике. Взгляд уводим перед собой расстояние 20-30 сантиметров от корпуса. Либо полностью закрываем глаза и все свое внимание с внешних источников переводим на внутренние ощущения в своем теле. Наблюдаем за ощущениями в теле. Наблюдаем за своим дыханием. Осознаем свое дыхание. Мы никогда не делаем этого в обычной жизни. Осознаем, как вдох плавно перетекает выдох. А из каждого выдоха словно рождается вдох. Наблюдаем за тем, как каждый спонтанный естественный вдох поднимается вверх по носовым ходам. Опускается ниже, через горло, корень языка, в грудную клетку. Мысленно наблюдаем за движением грудной клетки. С каждым вдохом грудная клетка естественным образом приподнимается кверху. И с каждым выдохом грудная клетка спонтанно опускается вниз. Мысленно внутренним взглядом скользим ниже вдоль позвоночного столба в область крестца. И с каждым вдохом внутренним взглядом поднимаемся вверх от крестца до макушки. И с каждым выдохом от макушки до крестца опускаемся вниз, словно разгоняя, увеличивая внутреннее пространство. По своей готовности все внимание возвращаем на движение грудной клетки и начинаем осознанно работать с своим дыханием. Настраиваемся на практику, готовим легкие к практике, увеличивая их жизненный объем. Мы стремимся сделать максимально глубокий свой вдох, плавно перетекающий в выдох. Максимально глубокий свой вдох и максимально равный ему выдох. С каждым вдохом грудная клетка увеличивается, расширяется, подается во всех направлениях от центра. И с каждым выдохом грудная клетка осознанно опускается вниз. Максимально глубокий свой вдох, плавно перетекающий в выдох. Без пауз и задержек на вдохе и выдохе. Возможно, принципиально мысленно считаем, сколько тактов, сколько внутренних секунд длится наш вдох и стремимся сделать равный ему выдох. Если вдох длится 6 секунд, соответственно, выдох 6 секунд, если вдох 7, выдох 7 и так далее. Максимально глубокий вдох грудная клетка увеличивается, расширяется, подается во всех направлениях от центра. И с выдохом грудная клетка осознанно опускается вниз. Еще несколько дыхательных циклов ровного дыхания. Постоянно стремимся увеличить амплитуду дыхания, добавив хотя бы одну секунду. Если вдох и выдох были по 6 секунд, стремимся растянуть до 7 и так далее. Максимально глубокий вдох грудная клетка увеличивается, расширяется, подается во всех направлениях, вперед, назад, влево и вправо. И с выдохом грудная клетка осознанно опускается вниз. По своей готовности, подключая мышцы живота, переходим к полному йоговскому дыханию через последовательность. Вдох – грудная клетка, живот, выдох – живот – грудная клетка. С каждым вдохом продолжает увеличиваться, расширяется грудная клетка. Расслабляются мышцы живота, живот округляется и полностью подается вперед. С каждым выдохом волной поэтапно подтягиваем низ живота, центр живота, нижние ребра, грудная клетка, ключицы. Вдох – грудная клетка, живот, выдох – живот – грудная клетка. Еще несколько дыхательных циклов полного йоговского дыхания через эту последовательность. И постоянно стремимся увеличить амплитуду дыхания, добавив хотя бы одну секунду. Вдох – грудная клетка, живот, выдох – живот – грудная клетка. Еще несколько дыхательных циклов полного йоговского дыхания через эту последовательность. Напоминаю, чем сложнее дышать, тем лучше, больше внимания будет к дыханию Вдох, грудная клетка, живот, выдох, подтягиваем мышцы живота, подтягиваем грудную клетку И по своей готовности возвращаемся к обычному ритму дыхания Несколько дыхательных циклов в том ритме, в котором привыкли дышать каждодневно Открываем глаза, если они были закрыты Уводим взгляд перед собой, вводим руты через стороны Три вдоха, три выдоха Максимально глубокий вдох и более глубокий выдох Свой вдох, вводим руты через стороны, тянемся в стороны за ладонями Свой выдох С очередным вдохом вводим руты через голову, через стороны Ладони вводим в грудную клетку Круговыми движениями вводим плечи назад Вдох С выдохом, расслабляя мышцы живота, как в полном йоговском дыхании, скручиваемся влево Только при помощи мышц спины Плечи, плечевые лопатки тянем вниз Ладони остаются строго по центру грудной клетки Средние пальцы рух по центру, остальные пальцы широко верим друг от друга Взгляд уводим через заднее правое плечо Либо остаемся здесь, либо, помогая себе руками, уходим в более глубокую амплитуду скручивания Правая ладонь остается либо за корпусом, либо уводим за бедро левой ноги При этом плечи толкаем, тянем вниз, мышцы живота без напряжения, взгляд через заднее плечо Свой вдох уводим руки через стороны С выдохом уводим ладони грудной клетки Переплетаем пальцы рук в замок, греем кисти, запястье Локти фиксируем в одной неподвижной точке и запускаем волну в одну сторону В другую Возможно, в ней неудобную, возможно, нет Фиксация любая сторона Поменяем Вводим ладони грудной клетки, ладонь в ладонь, плечи уводим назад круговыми движениями И с выдохом, расслабляя мышцы живота, скручиваемся влево Только при помощи мышц спины, это значит, левый локоть не ведет корпус влево Ладони остаются строго по центру грудной клетки Взгляд через заднее левое плечо Плечи, плечевые лопатки толкаем вниз Либо остаемся здесь, либо, помогая себе руками, уходим в более глубокую амплитуду скручивания Взгляд через заднее плечо Свой вдох, раскручиваемся, возвращаемся к центру Уводим руки через стороны Уводим большие пальцы в центре ладони, ладони зажимаем в кулаке Сгибаем руки в локти, поочередно уводим за спину левую правую Фиксация любая сторона Поменяли Молодцы, по готовности движемся дальше, вводим руки через стороны, вводим ладони назад за спину Выпрямляем обе ноги и следуем дальше Расслабляем всю заднюю поверхность ног, колени расслаблены, голеностопы расслаблены, ладони поддерживают спину, плечи уводим назад и вниз И по своей готовности включаем ноги, подтягиваем колени по направлению к центру, тянем подъемы на себя от себя, при этом пальцы ног стремимся расправить широко веером друг от друга По готовности запускаем синхронные круговые движения стопы в одну сторону, при этом ноги зафиксированы в одной неподвижной точке Пальцы ног расправляем веером друг от друга, настолько, насколько возможно Молодцы, в другую Фиксация стоп, пальцы ног И снова расслабили, постучали Молодцы, после чего сгибаем любую ногу в колени, помогая себе руками, уходим на предплечье Греемся дальше, шагаем дальше Фиксируем таз в одной неподвижной точке, локти под плечевые суставы уводим Сгибаем правую ногу в колени и запускаем круговые движения в одну сторону, при этом таз зафиксирован в одной неподвижной точке Стремимся не отпускать стопу левой ноги, пятку левой ноги выталкиваем от себя, пальцы левой ноги, вверх в потолок, колено в пол И по готовности в другую Отлично, после чего сгибаем обе ноги в коленях, проверяем пятки под коленями, ладони плотно прижаты Делаем глубокий свой вдох, выталкиваем крестец, грудную клетку вверх, взгляд при этом перед собой С выдохом возвращаемся обратно Свой вдох, выталкиваем грудную клетку вверх, выдох, возвращаемся Еще несколько движений в ритме дыхания, свой вдох, при этом стопы, включая пальцы ног, плотно прижаты Взгляд перед собой, голову назад не запрокидываем, мышцы шеи не заламываем И небольшая фиксация по готовности в верхнем положении После чего возвращаемся в исходное положение, выпрямляем правую ногу, включаем стопу правой ноги, пятку выталкиваем от себя, пальцы на себя тянем Колено максимально подтягиваем по направлению к полу И греемся дальше, левая нога к наружу, круговые движения, при этом таз зафиксирован в одной неподвижной точке Таз без движения Взгляд перед собой, дыхание свободное Молодцы, и в другую сторону закрываем таз При этом стремимся не терять стопу прямой правой ноги Стопа строго перпендикулярна поверхности, на которой мы находимся Молодцы, по своей готовности заканчиваем, помогая себе рукой, либо без помощи рук Ложимся на спину, греемся дальше, греем позвоночник, полумосты в динамике В нижнем положении ладони рядом со стопами Пятки находятся под коленями И сразу проверяем расстояние между стопами Стопы не на ширине коврика, стопы на ширине примерно 15-20 сантиметров друг от друга Делаем глубокий свой вдох, уводим ладони назад за голову Выталкиваем грудную клетку вверх, шея расслаблена, голова на полу С выдохом возвращаем спину, позвонок за позвонком Возвращаем ладони к стопам Свой вдох Уводим руки за голову Свой выдох Возвращаем спину, позвонок за позвонком Каждое движение мягкое в ритме своего дыхания Еще несколько движений в ритме своего дыхания Возможно, закрываем глаза и внимание уводим на внутренние ощущения Слушаем, как тело отвлекается на каждое наше движение Еще один вдох Грудная клетка выталкивается вверх Выдох Возвращаем спину, возвращаем ладони к стопам Небольшая фиксация по готовности в верхнем положении Примерно 3-5 дыхательных циклов Гладцы после чего укладываем Возвращаем спину, уводим руки через стороны Подушечки пальцев рук смотрят вверх в потолок Выпрямляем обе ноги Добавляем скручивание Работаем дальше с позвоночником Стремимся включить стопы, если есть такая возможность Подтянуть колени по направлению к полу Запускаем скручивающие движения стопами При этом голова скользит в противоположную сторону Стремимся боковыми подошвами стоп Коснуться пола, поверхности, на которой мы сейчас находимся Очень мягкие перекаты в ритме своего дыхания Вдох плавный, перетекающий выдох Мышцы желота без напряжения Выбираем ту амплитуду, где плечевые лопатки будут плотно прижаты Плечевые лопатки прижаты к полу Примерно 10-12 скручивающих движений После чего меняем положение стоп Стопа левой ноги по центру Стопа пятка правой ноги между большим и указательными пальцами левой ноги Если нет такой возможности зацепиться пяткой между пальцами ног Просто скрещиваем ноги и продолжаем скручивающие движения вправо-влево При этом, если есть возможность, уходим в максимально глубокую амплитуду Подтягиваем колени по направлению к полу, пятки от себя Плечевые лопатки плотно прижаты Наблюдаем за ощущениями в спине Напоминаю, голова скользит в противоположную сторону Взгляд в противоположную Если стопы уходят влево, взгляд уходит вправо Даже если глаза закрыты Примерно 8, 10, 12 скручивающих движений После чего мы все то же самое делаем с другой ногой Меняем положение стоп Пятка верхней левой ноги между большим и указательными пальцами правой И все то же самое 8, 10, возможно 12 повторяющихся движений в ритме дыхания После чего меняем положение стоп и движемся дальше Работаем с другим отделом позвоночника Стопы ставим на ширине коврика Принципиально важно Примерно ширина 60-70 см между стопами Ноги согнуты в коленях Ладони также через стороны И продолжаем скручиваться вправо-влево Голова все так же скользит в противоположную сторону Наблюдаем за каждым своим движением Если движение очень быстрое И возможно мы очень быстро дышим Стремимся каждое движение совершить в ритме дыхания Чем медленнее, тем лучше Если есть желание, мы можем увеличить количество времени И совершать не по 10-12 скручивающих движений, а чуть больше После чего движемся дальше, меняем положение ног Сгибаем левую опорную ногу в колени Разворачиваем бедро правой ноги Разворачиваем правую ногу в тазобедренном суставе Укладываем голень на бедро ноги И продолжаем скручиваться так же вправо-влево В приоритете плотно прижатые плечевые лопатки После чего все то же самое делаем с другой ногой Мы можем оставаться в каждом движении 8-10 Либо 12, либо то количество времени, сколько вам необходимо На сегодня все До встречи в следующей программе С вами была Ольга Дышите носом и будьте здоровы Субтитры подогнал «Симон»